Это рукопись. 39 страниц, написанных плотным убористым почерком, было обнаружено в 1996 году в архиве управления ФСБ по Архангельской области. На последней странице дата. 3 февраля 1931 года. Спустя 4,5 месяца, 20 июня 1931 года, автор рукописи Евгения Ярославская-Маркон была расстреляна во дворе штрафного изолятора Соловецкого лагеря на Секирной горе. Евгения Ярославская-Маркон. Моя автобиография. Часть 4. Возвращаюсь к своей автобиографии. Торгуя то днём, то ночью на Страстной, а когда и круглые сутки, отсыпаться ездил я на трамвае в Сокольнике. Особенно хорошо там было спать днём, в дивной сочной траве, под отсыпляющим солнцем. Две ночи ночевала я там в парке в полном одиночестве, не опасаясь никого, кроме милиционеров. И недаром я их так боялась. Один из них однажды украл обронённую случайно мной сумочку с последними моими деньгами. Объявив, что эту сумочку он поднял, а значит, обязан снести в стол находок. Другой милиционер пытался меня изнасиловать в Сокольниковском парке среди бела дня. Из недальних кустов любознательно подглядывали, пересмеиваясь в урки. Но подвыпивший милиционер рассчитывал на то, что ни один из этих бездокументных парней никогда не решится выступить свидетелем в каком бы то ни было деле. И всё-таки один из этих ребят своеобразным способом выручил меня. В самый решительный и пикантный момент, когда я умоляла и отбивалась, он подошёл с простодушнейшей улыбкой к перегнувшегося надо мной милиционеру. «Товарищ, разрешите перекурить?» Милиционер, конечно, выпустил меня из рук, достал спички и протянул парню. А когда тот, закурив, повернулся, выхватил наган и с минуту целился в спину уходящего парня. «Эть, чёрт, не стоит!» — и спрятал наган. Я потом благодарила моего спасителя. «А молодец ты, парень! Вот, можно сказать, спас от большого для меня несчастья! Тебе спасибо!» «И ты что же, выручить меня решил?» «Нет, я так подошёл! Для Близиру!» — и игриво засмеялся. Наконец, я устроилась на постоянную квартиру в стеклянную трамвайную будку. Собственно, вполне постоянной мою новую квартиру назвать было нельзя, так как это была то трамвайная будка в охотном ряду, то трамвайная будка на площади Революции. Выгонят из одной, шла в другую. Иногда за ночь приходилось три раза переходить из будки в будку. Ночевало нас, беспризорных, в будке много, до тесноты. Были нищие, были воришки из мелких, проститутки из беспризорных. Здесь нашла я в полном смысле слова родную семью. Раз в неделю ходила я в гости к своей тётке. Бывало, засидишься, уговаривает остаться ночевать. Так даже пугаешься. «Нет, мне нельзя никак, мне домой надо!» Самая мысль заночевать где-нибудь в другом месте казалась мне коварной изменой родимой садки, моим ребятам. Тётке я сказала, что нашла себе комнату. И она, а ещё больше мама, приехавшая из Ленинграда погостить к тётке и повидаться со мной, умоляли со слезами обиды сообщить им мой адрес. «Я мать! Имею же я право знать! Если не хочешь, я не буду к тебе туда ходить! Но хочу знать на всякий случай!» Настаивала мама. Бедная. Как я могла ей сообщить мой адрес, когда его у меня не было? Между тем, был уже конец сентября. По ночам на садке становилось холодно. Ходили отогреваться костру на театральной площади возле асфальтовых котлов. Маленькие пацаны даже совсем спали в этих котлах. Как-то, когда ребятам удалось разгромить продуктовый ларёк, жарили на костре колбасу и пекли яблоки, употребляя вместо вертела лежащий на площади железный жезл трамвайной стрелочницы. Спали мы теперь в будке все. Женщины, ребята, сбившись в кучу, каждый ложился на ноги предыдущего, чтобы эти ноги греть. Так всем было значительно теплее. И только самый нижний под конец ночи не выдерживал его пил. Да что вы в самом деле навалились все на меня? Ноги у меня железные, что ли? Между тем, следствие по делу Ярославского закончилось. Центральная ГПУ искала меня, чтобы сообщить, что мне с ним разрешено свидание. Но не могло меня разыскать, так как я нигде не была теперь прописана. А тем временем Ярославский, сидя на Лубянке, проводил голодовку, требуя свидания со мной. Он знал, что я в Москве, так как я еженедельно приходила с передачей. И, следовательно, не мог поверить, что меня нигде не удалось разыскать, хотя ГПУ его письменно об этом уведомило в ответ на его голодовку. И в этом, как и во многом более серьезном, я безгранично виновата перед Александром Ярославским. В то время, когда так трагически решалась его судьба, я не меньше, чем о нем, думала о шпане, о ее социальном значении, и тщеславно мелочно увлекалась ролью, которая собиралась сыграть среди нее. В эпизоде со свиданием только одно остается мне неясным. Почему, когда я приходила на счет передач, меня не могли уведомить о разрешении на свидание? Свидание получили мы уже в Ленинграде, где находился Ярославский перед отправкой в концлагерь. И куда? В Ленинград, то есть. Я немедленно за ним последовала. Во время свидания я успела рассказать, где и как жила последнее время. Причем Ярославский взял с меня слово, что я опять буду жить на обыкновенной квартире. Если в Ленинграде, то у матери. Если в Москве, то у тетки. Слово я сдержала, но связи с московской шпаной не оборвала. И с ленинградской шпаной тоже завязала связь. Между прочим, когда через год опять вернулась в Москву, то первым делом прямо с вокзала кинулась повидаться со своей садкой. Но оказалось, за это время ребят всех переловили, а кто и сам разъехались. И на садке теперь ночевали какие-то новые, деревенские, ничего общего не имеющие с преступным миром. Уже через месяц, после того, как Ярославского увезли из Ленинграда на север, я поехала в Кемь добиваться свидания. Свидания я в тот раз не добилась, только прожилась, и назад из Кеми в Ленинград дула зайцем. Где в вагоне со шпалами, где на буфере товарного, а где пассажирским, под скамейкой. После тех издевательств над заключенными, которые я видела в Кеми, я еще непримиримее стала ненавидеть и презирать советскую власть. Но, боясь навредить Ярославскому, старалась не слишком проявлять эти свои чувства. Времени даром я не теряла. Помаленьку начала воровать. Смешно и стыдно сказать, с каких мелочей я начинала. Так, например, отнеся знакомому в Ленинградский угрозыск передачу, я на обратном пути сняла тяжелый большой замок с ворот угрозыска и загнала его немедленно на Александровском рынке за 40 копеек. Переехав снова в Москву, я выдумала себе специальность. Стала ходить по зубным врачам и в прихожих обшаривала карманы висящих там пальто, ища оставленных по карманам денег. И когда удавалось незаметно проскользнуть в дверь, выносила и самые пальто, шапки, шляпы. На деле этом я ни разу не подвзошла. Но когда я обошла большинство московских зубных врачей, поневоле пришлось перейти на другое амплуа. Я стала ходить по тихой, по голубям. Рано утром, когда почти все обитатели двора еще спят, но усердные домработницы уже успеют развесить белье для просушки, я с величайшим терпением обходила дворы подряд и снимала с веревок белье, платья, а также вывешенные, чтобы проветриться, пальто, пледы, суконные одеяла. Стеганные, те слишком громоздки, никак не вынесешь. Реже заходила я в самые квартиры через случайно незапертую дверь. Выносила из кухни примуса, обувь, выставленную для чистки. Дальше кухни продвигаться я не решалась, так как протезы мои имеют свойство всегда немного стучать, и совсем тихо пройти на них почти невозможно. Брала я только в зажиточных дворах, около какого-нибудь подвального жилища, пусть хоть ценная вещь попадется, даром не надо. Воровство доставляло мне истинное наслаждение. Большой душевный подъем вызывало чувство риска, которое появляется даже в момент совершения мелкой кражи. Но всю же эта мелочь, барахло, добытое потихой, не удовлетворяла меня ни со стороны материальной, ни со стороны самолюбия. Меня манила высшая, так сказать, классическая форма кражи – ширма. Хотя обыкновенно не только мокрушка, но даже скачки, а тем более стопорение, квалифицируются как более крупные по сравнению с простой ширмой кражи. Но на мой взгляд, ширма – это та высшая ступень, на которую ремесло переходит в искусство. Приглядясь к работе карманников, нельзя не прийти в восторг от их полной изящества ловкости. Взять скачок при наличии достаточной решимости может по существу любой слесарь. Удачно застопорить может, если повезет, то даже с первого раза любой решительный, рослый, здоровый парень. А попробуй, непривычный человек, вытащить бумаженьки из внутреннего кармана. Это ему никогда не удастся. Я лично оказалась к ширме совершенно неспособной. И единственный раз за свою жизнь, что я пошла по кармановой, я погорела. Была подбита пустой бутылкой по голове и палкой. И после того вдобавок препровождена в милицию. На мое счастье, я в этот день потеряла перчатку. Теперь в милиции я достала из своего кармана оставшуюся без пары вторую перчатку и объявила, что потерпевший будто бы пристал ко мне и, шутя, стащил у меня перчатку и сунул к себе в карман. А когда я полезла к нему за своей перчаткой, избил меня. Так как заявитель был не совсем трезв, рассказ мой показался правдоподобен. И сердобольный милиционер отпустил меня, сделав на прощание серьезное внушение заявителю. Если мне сразу же не повезло по ширме, то зато моей любимой отраслью скоро стала бановая вокзальная кража. Становишься, бывало, у кассы в очередь, а еще чаще возле камеры хранения ручного багажа, и как кто-то отойдет на минутку или просто отвернувшись зазевается, тащишь небольшие чемоданчики и другой нетяжелый на вес багаж из-под самого носа владельца. Тут главный залог успеха заключается в том, чтобы действовать без нервной спешки, со спокойным степенством, для того, чтобы окружающие, которые почти всегда видят, как ты берешь, были уверены, что взяла свой собственный багаж. Ну, а спокойствие у меня с моим характером не занимает стать. Впрочем, вопрос о спокойствии или волнении уместен лишь до того, как взял. С этого момента уже вообще действуешь в каком-то сомнамбулическом состоянии. В тот момент, как взял, в мозгу мелькает отрезанно. После этого руки, как бы прирастая к ручке краденого чемодана, перестаешь видеть лица окружающих и различать их, а мелькает в глазах волнующим пятном одна сливающаяся толпа, как на сцене, когда выйдешь играть в первый момент. Уже не думаешь больше, пройдет номер или не пройдет. Просто, как заведенное на определенное время, пока не остановится механизм, шинально спешишь к выходу, скорее на трамвайную стоянку, забиваешься в трамвай, и только в трамвае возвращается к тебе снова сознание. Однажды на Курском, рано-рано утром, когда поезд только что примчал с юга советский бомонд, замечаю гражданина, рассевшегося в вестибюле в окружении своего багажа. У гражданина, несомненно, поэтическая душа. Глаза его мечтательно устремлены впереди себя, а вещи, по-преимущественному, расположены позади. Прельщает меня деревянный баульчик с висячим замком. Подкрадываюсь сзади и уношу баульчик. Но я в это время еще не была знакома с внутренним расположением Курского вокзала, а потому совершила роковую ошибку. Первый момент направилась баулом не в сторону выхода, а в противоположную, надеясь, что дальше мне попадется другой выход. Этого не оказалось. Не могла же я теперь повернуть обратно и пройти к выходу мимо, несомненно, уже хватившегося пассажира с его же баулом. Пока что иду в женскую уборную. Прошу какую-то даму присмотреть за баулом, а сама отправляюсь на разведку за дверь уборной. Вижу двух пацанят. Я их не знаю, но их лохмотья внушают доверие. Подзываю к себе, излагаю дело и умоляю показать мне какой-нибудь запасной выход, обещая выделить им в благодарность долю. Смотрят недоверчиво. Не похоже я на воровку. Но усулят сообразить что-нибудь. Я снова прячусь в свою засаду в уборной. Через несколько минут дверь уборная приоткрывается, просовываются мордочки пацанят, они вызывают меня. Идем через какие-то подземные ходы, напоминающие парижское метро. Это переходы к дачным платформам Курского. Но один из переходов, о, счастье, ведет на улицу. Теперь остается приступить к дележу. Но где? Предлагаю знакомый мне шалма. Но чтобы там очутиться, нужно перекинуться в Драгомилово. А случайно у меня ни копейки на тыру. Решаем ехать на трамвае и зайцем. Для меня это, впрочем, дело привычное. Мне, как инвалидке, это легко. Пацанята устраиваются на колбасе. На каждой остановке соскакивают и заглядывают внутрь трамвая. Там ли я еще? Не подорвала бы с баулом, оставив их без доли. Шалма, незнакомый парень, взламывает серьгу на бауле. Внутри сложенный фотоаппарат заграничной брюссельской фирмы. Новенький бумажник, к сожалению, пустой. Летний костюм, бритва, чувяки, две простыни, нижнее белье, альбом, документы на имя финанспектора Птицына, личная переписка владельца и альбом с его талантливейшими собственноручными рисунками. Оставляю себе аппарат, одну простыню, переписку, книги, альбом и документы. Остальное идет по ценятам. Загоняю аппарат и простыню, заклеиваю в пакет переписку и альбом и отсылаю по адресу, указанному в документах. Ленинград, Грибоедовский канал, дом, номер. Предварительно вкладываю записку следующего содержания. Сознавая, как дороги для каждого художника произведения его творчества, возвращаю вам альбом с этими изящными, со вкусом сделанными набросками, а также вашу личную переписку, не имеющую ценности для похитителя. Вор! О, Господи! Сколько радости доставляет каждый украденный чемодан! Это как в детстве, шоколадный шар с сюрпризом. Улепетываешь с чемоданом, а самому не терпится поскорее узнать, что бы в нем такое могло быть. А вдруг золото? А вдруг чистоган? Чаще всего оказывается ерунда, брахлишка, которой важно загнать поскорее, еще парное сдельца, пока штемп не успел сделать заявки. Ранним летом 1929 года отправилась я на свидание в Соловке. Свидание нам предоставили лишь на общих основаниях, по одному часу в день. Во время моего десятидневного пребывания на Соловках на меня были поданы два рапорта начальнику Борисову. Один из рапортов был составлен больно-наемным сотрудником Романеком, второй, если не ошибаюсь, заведующий домом свиданий М.Д. Лобановой. Вернувшись с Соловков, я продолжала заниматься кражами. Торговлю газетами я уже больше года как бросила. Ходила воровать, я всегда одна. По крайней мере, засыплюсь, никого не подвешу. А в случае удачи делаю сама, что захочу, со всей добычей. Благодаря этому у меня также сохранялись хорошие отношения со шпаной. Не было ни с кем личных счетов. Меня знали с жулья немногие, но те, кто знали, относились с уважением. Так, по крайней мере, казалось. Воры вообще всегда уважают женщину, которая самостоятельно ворует, а не идет на проституцию. А тут, когда шла на риск инвалидка, да еще совсем одна, ценили особенно. Под осень подвзошла я на Александровском вокзале с двумя чемоданами и была отправлена в бутырки. Тут, на четвертый день пребывания моего в бутырках, я, чтобы внести хоть некоторое разнообразие в бутырские дни, проломила до крови металлической крышкой от параши голову надзирательницы, за что была переведена в холодный карцер в Северной башне. После тринадцатидневного пребывания в бутырках меня вызвали в суд. На суде я так ловко и живо обрисовала, как потерпевшая переглядывалась с каким-то интересным ГПУшником, а я в это время облюбовала и сработала два ее аппетитных чемоданчика, перевязанных между собой шнурочком, что не только весь зал суда, но и сами судей покатывались со смеху и вынесли мне всего один месяц принудиловки. Выйдя из бутырок, я немедля отправилась на второе свидание. О событиях, произошедших в связи с этим свиданием на Парандовском тракте, где находился в это время в мучительнейших условиях в штрафизоляторе Александр Ярославский, писать не буду. Упомяну только, что вполне достаточный материал о них, показания мои и показания Александра Ярославского имеются в Кемском ИСО, ИСО первого отделения, если только не были отправлены предели Ярославского в центр. Несомненно, одно, события эти были ступенью к конечной катастрофе, ибо Александр Ярославский не такой человек, чтобы принять сомнительного аромата блат из загрязнившихся рук, даже если это мои руки, как это принято в вашем условии. Продолжаем. Проездом со свидания в Москву я засыпалась снова в Ленинграде, украв саквояж на Николаевском вокзале. Отсидев 17 дней в арт-доме при ГПУ, была по суду отпущена и уехала в Москву. На 12-й день пребывания в Москве завалилась опять, на этот раз уже потихой. Хотя каждый раз шла под другой фамилией, но Мур, конечно, открыл одну судимость и первый привод. И Нарсуд Балмановского района за пустяк, за два женских платья, оцененных в 35 рублей, приговорил меня к трём годам ссылки в места отдалённые, заменённые по моей касационной жалобе высылкой в город Устюжну Череповецкого округа. В Устюжне я поселилась в развалившемся нежилом доме набережной Амологи, дом номер 4, предоставленная адмотделом для ссыльных, как ночлежный. Дом этот более известен в городе под названием Белый или Каменный дом. Ночью устюжинские жители мимо него проходить избегали, а вовнутрь заходить даже днём боялись. Отведя этот дом для ссыльных, административный отдел не снабдил его даже нарами. Помещение совершенно пустое, если не считать нечистот. Администрации при доме никакой нет. Просто кто хочет, заходит, разводит плиту укураденными где-нибудь дровами или идёт ломать соседние плетень на топливо и ночует. Мы жили в Белом доме небольшой, очень дружной воровской коммунной. Кто воровал, а кто просто побирался. Но все несли в общий котёл из восьми десяти человек. Я была единственной женщиной. Остальные бабы, прибывшие со мной вместе на высылку, даже самая шпана, идти в каменный дом не решались. Ребята мной гордились, что я не побоялась к ним прийти. Со мной очень считались, называли меня хозяйкой Белого дома и перед каждой кражей со мной советовались. Один из ребят шутя говорил «Боятся нас как разбойников, а мы здесь живём ни драк у нас, ни пьянки, редко когда пьём. Женщина с нами живёт как сестра, и мы её не трогаем». Всё это была правда. Уже под конец мне удалось переманить к нам ещё одну сынную. В Устюжине принялась я за новое ремесло. Объявила себя по городу гадалкою. Успех был невероятный. Наиболее охочие догадания бабы и девчонки даже решались приходить ко мне в Белый дом. Правда, только днём и большой компанией. Остальные просили меня «Вы уж к нам заходите погадать, будьте добры, а то мы к вам туда боимся ходить. Мы уж для вас постараемся, самоварчик поставим, рагушечек испечём». Зазывали в лучшие дома города. Платили деньги, угощали, уверяли, что ни одно из местных устюжинских гадалок со мной не сравняться. Моя привычная откровенность и тут была лучше моим оружием. Приступая гадать, я говорила каждому «Гадаю, как умею, а правда ли, нет ли, кто знает, сами увидите. Другие есть, совсем никакому гаданию не верят, может, они и правы». А бабу умилённо вздыхали и говорили «И всё-то она правду говорит, вот хоть бы в одном слове ошиблась». А когда мне за гадание припаяли 169-ю статью УК, одна из баб в зале суда довольно зычно сказала «Судят известно за что, за то, что человек правду говорит, кабы она врала, тогда другое дело». Кулацко буржуазных домах Устюжны меня старались задобрить и обласкать ещё и по другой, кроме гадания причине. Зная каким влиянием пользуюсь я на шпану из Белого дома, зажиточные хозяева кормили, поели меня и приговаривали. «Уж вы вашим ребятам скажите, чтобы они нас не трогали. У нас и взять-то уже нечего. Нас в прошлом году два раза обворовывали. Пусть бы уж лучше они к этим напротив. Там и муки крупчата, и барахла, и мешки с мукой прям там на парадном стоят». «Ой, что вы, наши ребята разве такие? Наши ребята не воруют. Так, где-нибудь картошечки пострелять заходят. Так как же они не боятся муку-то свою на парадном держать? Впрочем, у них кажется собака злющая. Верно на нее надеются?» Таким образом старались меня улестить, видя во мне орудие отвлечь взлом от своего дома и на узкость на тех соседей, с которыми хотели свести счеты. «И я хлеб-соль помнила», говорила ребятам. «В этом доме ко мне больно желанно, не стоит трогать, уж лучше что-нибудь казенное, никому не обидно. А коммунисты сволочи, выслать выслали, а работы не дают». Через три недели после прибытия в Устюжну я уже опять сидела, как следственная по делу о взломе магазина Союза охотников. Взломав его, мы взяли финки, большое количество оружий и деньги из кассы, но не все. Часть находилась в Незгораемом, а его вскрыть не удалось. Дали мне три года отдаленных и этапным порядком отправили в Сибирь. Пока я сидела в Устюжинской тюрьме, я с увлечением читала в газетах о колхозах. В этой идее я почувствовала что-то старокоммунистическое, что-то октябрьское. Я поспешила написать об этом Александру Ярославскому, ибо Каландаришвильца, Каландаришвальца, не знаю, правильно ли я пишу название этого отряда, порадуется каждому подлинному, подлинно революционному достижению большевиков. Однако, очутившись в Сибири, волею премудрой администрации, окунутая в самую вущу крестьянства, увидела я, что представляют собой пресловутые колхозы на деле, и торжествовало полное ничтожество большевиков в настоящем, и, несомненно, их политическое, от тяжеловесной руки крестьянства, поражение в ближайшем будущем. Что касается меня лично, то я в Сибири, пока нас гнали этапом от деревни к деревне, как сыр в масле каталась. После длительного голодания в новосибирской пересылке на 200 граммах хлеба, при приварке один раз в сутки пустых щей в недостаточном количестве, после содержания на тех же 200 граммах, но уже без всякого приварка в городке Канске, нас назначили наконец в село Тосеево, куда и повели под конвоем, но уже без всякого довольствия. Днем нас вели под винтовками, а на ночь ставили по 2-3 человека в крестьянские избы, предоставляя удобному желанию хозяев кормить нас. Думаю, что все крестьяне мира, кроме гостеприимных челдон, послали бы нас вместе с конвоирами к черту и заявили бы, коли вы их гоните, вы их кормите, вы-то здесь при чем? Я, разумеется, использовала эти ночлеги, чтобы гадать, кто избег, в которой я была поставлена на ночлег, немедленно в каждой деревне открывалось настоящее паломничество. Заснуть я успевала на каких-нибудь 3 часа, а с зарею надо мной уже снова наклонялось лицо какой-нибудь бабы, пришедшей погадать пораньше, пока еще народу столько не набралось, а то потом к тебе очереди, милая, не дождешься. И в руке у нее 2-3 куриных яичка. Затем, когда этап выстраивали следовать дальше, за мной на подводу выносили целые мешки с хлебом, калачами, яйцами. Все это, разумеется, шло на нашу шпанокайровскую коммуну, так я называла всю нашу ссыльную братью, состоявшую из воров-рецидивистов и из раскулаченных. Таким образом, я превратилась в своеобразного интенданта всего нашего этапа, и это было настолько реально, что заинтересованные не меньше меня ссыльные по прибытии в каждую новую деревню спешили развеять слух, что с нами где следует гадалка. Спешу здесь сообщить, что в то время, как к воровству меня привели идейно-теологические соображения, гадала я просто, чтобы выкручиваться в ссылки, надо же было кормиться и на обратную дорогу заработать, да и остальной этап поддержать, особенно следовавшую, как и я, без копеек и денег шпану. И только постепенно мне пришла мысль использовать это гадательное общение с крестьянством в целях антибольшевистской пропаганды и агитации. Прибавлю, меня восхищала циничная пикантность моего положения, бывшая докладчица антирелигиозница в роли гадалки. В этом заключались весь мой всепронизывающий философский скептицизм. Все мое огромное уважение к древним философам-софистам, открыто нанимавшимся за деньги доказать какую угодно истину. И такое очаровательное презрение и к материалистам, и к идеалистам, дальше которого уже и идти некуда. В Тосееве нас распустили, назначив каждому деревню, в которую идти. Получив назначение, я не торопилась, предпочитая подзаработать в Тосееве гадание на побег. Успех мой в Тосееве был настолько потрясающим, что милиции пришлось принять срочные меры. Меня задержали, продержали день в милиции, а к вечеру, выпустив, предложили немедленно, несмотря на надвигающуюся ночь, двинуться в назначенную мне деревню. Но уйти из Тосеева в эту ночь мне не удалось, так как, пока я шла по селу, окошки домов то и дело открывались, и меня зазывали в одну за другой избы. Путь я отправилась на другой день. Мне была назначена деревня караульная. Я наняла на нагаданные деньги под воду и двинулась в противоположную сторону. Доехав тайгой до пристани, проехала я верст 150-200, так, на пароходе по Енисею добралась до Красноярска. Там выправила себе липу на имя крестьянки Тамбовской губернии Анны Иосифовны Сучковой. Дальше ехала я поездом от города до города, в каждом городе зарабатывала себе на дальнейший путь. Но когда я добровалась до Казани, мне надоела эта медлительность. Я решила больше не задерживаться и отправилась в Москву от Казани зайцем. Дальнейшее вам известно. Ни Москва, ни Ленинград меня не прельщали. Во всем мире, во всей Соловки. Вот вам моя жизнь. Жизнь гимназистки и революционерки, студентки, мечтательницы, подруги огромнейшего человека и поэта Александра Ярославского, вечные путешественницы, странствующие антирелигиозницы, фельдетонистки руля, уличные газетчицы, рецидивистки и воровки и бродячие гадалки. Записано собственноручно Евгения Ярославская 3 февраля 1931 год. Штраф изолятор в Зайчике. Рецидивистки. Рецидивистки гимназистки Гимназистку